Детское медиатворчество 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 это помочь им познакомиться между собой и создать некую общую среду для того, чтобы они могли общаться и обмениваться опытом. Как давно вы начали, и как меняется и техника, и подход, и результат, вот даже содержание в тех же роликах и так далее? Меняется очень сильно. Ну, начали. Начали мы, получается, пять лет назад. То есть вот в этом году у нас будет пятый юбилейный фестиваль, наша кино-телемастерская. Причем надо же помнить о том, что это не только одно мероприятие, то есть это не только фестиваль. Мы весь год стараемся не терять наши студии, весь год мы стараемся с ними работать. У нас вот сейчас на горизонте, прям буквально в ближайшие дни, начнется конкурс «Волшебные лучи», конкурс косроликов и фильмов, и работы этих студий. Плюс у нас летом профильная смена, где мы их собираем. В проекте еще летний фестиваль рекреационный, что называется, то есть чтобы студии приезжают на этот фестиваль не работать, а показать себя. И отдохнуть. И отдохнуть, что называется, да. Вот. Охват большой, студий очень много. К сожалению, не все, конечно, идут на контакт по разным причинам, но вот те, кто идут на контакт, с кем мы работаем уже пять лет, прогресс налицо. Где результаты работы вашей, и их тоже можно увидеть? Где вот это все распространяется, и можно... Раньше все работы выкладывались в социальной сети, в ВКонтакте. У нас есть группа нашего центра. Плюс была, ну, закрыта не для всех, конечно, еще одна была группа по фестивалю. И с этого года у нас работает открытая группа по фестивалю. Сейчас она набирает состав, набирает численность. И с этого года все будет выкладываться там, в ВКонтакте. Тема, тематика работ какая? На что вы делаете такой акцент, с кем тоже общаетесь и работаете? Ежегодно темы меняются. Вот, например, в этом году на «Волшебный луч» принимаются работы по трем основным темам. Это семейные ценности, это, естественно, 75 лет победы. Вот мы не можем обойти эту тему. И третья тема, которая у нас существует практически с самого начала фестиваля, это «Безопасный мир». Это, что называется, конкурс в конкурсе, который мы разработали и проводим совместно с УВДТ, самарским собственным управлением внутренних дел на транспорте. Понятно. Как хорошо вы сотрудничаете. А кто педагоги? Кто учит детей мастерству? И у вас вот понятно, что в каждой работе есть художественная составляющая, техническая. Как они распределяются? Как вы работаете? Вы знаете, как правило, один педагог занимается всем. То есть он учит детей, как правило, в этих студиях и работать с камерой, учит детей работать с техникой и с монтажом, и актерское мастерство. То есть все, как правило, висит на одном человеке. А у них какое образование? Какое у них? Как правило, профильного образования у нас ни у кого нет. То есть это увлечение? Это увлечение, это энтузиасты, это горящие люди. То есть это по-другому я назвать не могу, потому что с ними и работать приятно на наших мероприятиях, и просто общаться. То есть люди горят, люди хотят этим заниматься. Да, и тем не менее вы затрагиваете очень серьезные темы. Это тема безопасности и каких-то вот таких нехороших привычек, так скажем. И один из аспектов – это противо-антинаркотическая работа, да? Есть у вас такое направление? Есть, а как же. Безопасный мир, понимаете, вот эта тема, она просто звучит так коротко. На самом деле туда можно отнести же любую безопасность, как личную, так и экологическую, так и общественную, так и, в принципе, противодействие вредным привычкам, противодействие... Всему плохому. Всему плохому. У нас есть один ролик, который вы нам любезно предоставили. Давайте его посмотрим, а потом прокомментируем. Субтитры сделал DimaTorzok Остановим коррупцию. Мама, что такое коррупция? Ну как тебе сказать? Вот представь, пришли мы с тобой на детскую площадку, а там... Женщина, берите ребенка, сегодня неприемный день. Даша, ты фейку. Без меня не начинайте, я в пробке. Да. Девочка, отойди отсюда. Мама, ты что, здесь нет никакой площадки? Поняла? А, они ее себе забрали. Коррупция. Как вы оцениваете содержание этого ролика? И донесена ли эта вот идея, которая закладывалась в этот ролик? Она вот... Дети и взрослые способны ее... На прошлом фестивале, на прошлом конкурсе этот ролик у нас участвовал. Он взял, насколько я помню, первое место. Жюри сказал, что вот это один из лучших роликов. То есть жюри посчитал... Я в жюри не вхожу, поскольку я организатор, я считаю, что я не имею права участвовать. Ни в жюри, ни как участник. Соответственно, я вот как организатор, ну, организовываю. А жюри сказал, отличный ролик. Я с ними согласен, мне тоже нравится. Ну, это замечательно. Понимаете, вот в свое время, когда мы начинали работать с ОВДТ, самое первое наше сотрудничество, одна из причин, почему они с нами начали дружить, понимаете, говорят, мы можем снять ролики, мы можем заказать ролики. Они будут сняты, они будут показаны профессионально, но это не то. А здесь мы реализуем систему «Дети детям». Дети снимают на детей. Для детей это смотрится совершенно по-другому. Да, согласна с вами. Скажите, а сами дети чему учатся? В таких вот кружках, на мастер-классах, в общении между собой, вообще творческие работы, что это дает? Оно дает, на самом деле, с моей точки зрения, очень много. Во-первых, это практически комплексное развитие. То есть здесь ребенок учится и работать с техникой, с какими-то достаточно сложными устройствами, камеры, компьютеры и так далее. То есть он получает навыки работы с современной техникой. Плюс, соответственно, он получает навыки общения. Он получает навыки какой-то творческой работы. То есть он, когда обучается писать сценарии, там те же самые, рисовать оскадровки. Актерское мастерство. То есть человек получает такой багаж знаний, которому в любом случае пригодится в будущем. Даже если он не будет работать на телевидении или в кино. Медиа, творчество. Но сегодня каждая индивидуальная единица может себя реализовать. Интернет этому в помощь. Ты можешь творить, выкладывать, и у тебя найдутся твои поклонники твоего творчества, ценители и так далее. Потому что вот у вас есть прогноз, как все это дальше будет развиваться в связи с тем, что мы живем в цифровую эру такую? На самом деле очень сложно сделать прогнозы какие-либо на эту тему. Просто, если честно, как правило, большинство людей, снимая для интернета, ограничиваются какими-то смешными роликами, смешными скетчами. Как правило, очень низкая проба. Вот так вот. Очень мало вещей, которые действительно стоящие, которые действительно можно смотреть. С моей точки зрения. Опять-таки. Я не на меня стоя вы на это. Да, да, да. Нет, я с вами согласна. Потому что вот на такую широкую массовую историю работают, людям вот лишь посмеяться. Легко. Легкое такое видео. И на этом все. А как развивается у детей креативная составляющая? Как развить ребенку креатив? В этом же должны, наверное, взрослые помочь. В обязательном порядке. То есть ребенок сам по себе креативный. Во-первых, ребенок сам по себе в любом случае не разовьется. Ему надо помогать. Например, если на примере нашего фестиваля, когда у нас проходят всяческие обучающие мастер-классы, там, в его рамках, и семинары, где мы с детьми работаем. Соответственно, различные упражнения, различные какие-то вещи, которые помогают ребенку взглянуть по-другому на то, что он до этого дела думал. Потому что в школах у нас одна ситуация. В школах пришел там дисциплина, уроки и так далее. А вот раскрыть себя, отпустить и такую свободу творчеству дать у вас вот в этих ваших студиях, это можно сделать? Вы, наверное, над этим... В определенных рамках, конечно, да. Потому что совсем свободу это... Там могут такое наснимать, что потом будет плохо. Да, то есть все-таки направление вы даете. Обязательно в порядке, а как же. И регулируете как-то творчество, хотя вот как-то звучит даже странно, регулируете вот творческий процесс. Ну, направляем, скорее всего, и подсказываем. Направляем, подсказываем, поддерживаем. То есть ни в коем случае не регулируем, что мы регулируем, там, ограничиваем. То есть, ну, у каждой студии, на самом деле, свои какие-то фишки, у каждой студии какие-то свои методы. То есть я вот говорю за себя, как я работаю с детьми, соответственно. Да. Понятно. Вы сказали в начале программы, что вы работаете со всей областью. Можете выделить таких лидеров, ярких, активных, творческих? Можем. Чтобы на них равняться? Можем. Например, в Сызрани есть студия «Довинчи», руководитель Азизов Фердавс. Очень хорошую работу ребята делают. Наша самарская студия «Субъектив», они скоро подойдут. Кого еще можно? Студия «Оживейка» – это у нас «Оживейка» – это как раз красноармейская, насколько я помню. А в области есть технические возможности для того, чтобы развивать вот такие телефото, кино, мастерские? Или с этим проблемой все-таки? Понимаете, правда. Как выходит из ситуации? Выходит из ситуации, как правило, за свой счет. Ну, это тоже неплохо. Важно же, чтобы это было, а там уже… Понимаете, учитывая, что мы работаем, как правило, не на профессиональной технике, зачастую у всех фотоаппараты, даже не камеры, как правило, с фотоштативами, как правило, с каким-то китайским светом, а это мобилизует, это позволяет работать в каких-то вот таких условиях, в которых нужно выдавать нормальную картинку, а техника этому не способствует. Да, да, да. А что касается содержания, могут ли ребята вот из поселка какого-то найти, в своем родном поселке, такое вот содержимое для творчества, от чего оттолкнуться, видеть что-то интересное там, где ты живешь? С моей точки зрения, у них как раз именно в поселках и в селах этих идей еще больше, чем у нас в городе. Просто тут вот проблема такая возникает, что замыливается, что называется, глаз, и ты что-то привычное видишь. Ну, это же привычное, ты же это каждый день видишь. Для этого есть вы, чтобы подсказать. Да, посмотреть на привычную вещь с другой стороны, чтобы из этого сделать какую-то вкусную вещь. Да. Ну, что ж, спасибо вам большое. Я попрошу вас только напомнить, вот вы говорили о телефестивале, который ежегодно проводится. Где он будет, когда и как к нему готовиться? Ну, как, фестиваль телекиномастерская, он проходит в октябре, как правило, в помещении Центра социализации молодежи, Куйбыша 131. Как готовятся? Участники что должны сделать, подготовить? Да ничего, заявку прислать. Просто заявку, а дальше? Приезжают и начинают с нами работать. Ага, понятно. То есть мы ничего не просим заранее снимать, ничего с собой привозить, такого нет. То есть они все, они у нас, как правило, снимают свои работы во время фестиваля. У нас три дня он проходит. Ну, вот это очень важная подробность. То есть они учатся работать в условиях цветнота. Что тоже мобилизует, и это прекрасно. Спасибо вам за участие в программе. Я хочу напомнить телезрителям, что мы не прощаемся. И сейчас посмотрим ролик, а потом к нам подойдут следующие гости из студии «Субъектив». Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok И тут же меня сразу приняли очень добро И началась как моя карьера Да, как громко сказала карьера Я узнала как мультики снимать Начала их сама снимать Мне помогали А чтобы, как вы говорите, мультики создавать Что нужно для этого? Хорошо рисовать? Что-то видеть? Чем заниматься? Какие качества? Не обязательно, главное А что вы делаете конкретно там? Интересно, чтобы был мультик, захватывал сюжет. Вы предлагаете сюжеты свои, да? Или что? Мы все придумываем сценарии, сюжеты, и потом всем коллективом снимаем. А вы только на мультфильмах, что ли? Нет. Вы про мультфильмы говорите, Дарья про мультфильмы. Программа, так вот, программа модульная называется, да, то есть у нас есть различные направления. Хотелось бы, конечно, специалистов привлечь еще побольше, но мы встречаемся со специалистами в различных направлениях, организовываем такие творческие встречи, на тех же фестивалях это случается. А занимаемся мы анимацией, репортажными съемками, съемками игрового кино. И отдельным у нас стоит, как бы, особнячком, это съемки социального видео, это социальные ролики и фильмы социальной направленности по собственным сценариям, которые разрабатываем. Да, вот вы сказали о социальных роликах, и один из них мы сейчас посмотрим как раз вашего производства, а потом прокомментируйте. А что я могу сделать? Пускай этим занимается полиция. Это вообще не мое дело. У меня и у моих друзей все нормально, я вообще об этом ничего не знаю. А что сразу я? Я рыжая что ли? А что мы можем сделать? 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 Окей, ну и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин А где вы такие уголки природы находите? Куда вы ходите для съемок? Что вас привлекает? Можно даже выйти во двор, и там всегда будет интересный кадр. Да. Я так поняла, что природа, ну вот это такие пейзажи или что-то, нет? Ну и в лагерях есть красивые, лагерь «Жигули», например, куда мы ездили летом. Киносмена у нас. А чтобы улучшить свое фотомастерство, как это нарабатывать? Как вы работаете над собой? Что нужно делать? Мы как бы видим идеи. Отправляемся на различные места, где можно их снять. А чем вы снимаете? На что? На фотоаппарат. Можно самые обычные, дешевенькие. А есть у нас еще и более профессиональные. Ну там же нужно разбираться во всем, там какие-то вот эти… Нам помогают педагоги. Педагоги, да, учатся. Да, разбираемся. Также можно на телефон фотографировать. Да, наверное, в будущем все-таки. Ну это тренируемся, да. Понятно, что будущее за уменьшением гаджетов, облегчением нашего. Чтобы уменьшить с собой носить и так далее. Но все-таки такие работы, наверное, на профессиональную технику получаются более такие профессиональные. Или нет? Или не согласны? Или лучше с телефоном? Конечно, на профессиональную технику более… Вот. Поэтому нужно обладеть ей тоже. В любом случае это пригодится. И даже когда работаешь потом с телефоном, уже видишь все параметры, ракурсы и так далее. Да и мало ли как жизнь куда завернет. Может быть, пригодится еще и в профессиональной деятельности потом. Значит, мультфильмы, фото, ролики. Кино не входит? Входит. И, конечно же, игровое кино. Как работает? Ну и на пересечении жанров. Ой, ой. Для кино нужен режиссер, артисты, сценаристы. Как вот это будет все это? Ну вот на первом году обучения в нашей студии каждый пробует себя на различных ролях. А уже дальше определяется, кому что ближе. Вот Дарьев, наверное, ближе все-таки на экране, да, показаться как актрисе. Вот, потому что у него очень хорошо получается анимация и монтаж. Где-то она быстрее меня даже, вот мы с ней как-то над одной работой сидели. Вот, и она мне фора давала. Вот. И есть у нас, конечно, генераторы идей, от которых мы ждем сценария всегда. У нас стопочка у меня с этими сценарными идеями. Вот, потому что стараемся, чтобы все под ключ было наше собственное. Вот. Я стараюсь минимально участвовать в процессе. Значит, это я редактирую где-то что-то, да, советую. И титры, чтобы потом не напортачить титры. Контроль. Да, да, контроль за титрами. Вот. А в основном ребята, у ребят в руках аппаратура. Это ваша позиция такая творческая, полная творческая такая свобода. Совершенно верно. Совершенно верно. Они не всегда будут под моим присмотром. Дарья, расскажите о своих ролях, как актриса, начинающая. Любые роли мне очень нравятся. Какая? Любые роли я делала. Любая? А есть любимая? Снегурочка. Снегурочка, которая... Ваш типаж, так сказать, очень подходит. Да, в основном типажи. Ребята в основном не актеры, но приятно самого себя сыграть где-то. Дарья, вы свое будущее, как видите, оно будет спряжено с вашим настоящим? Вот с занятиями в этой студии. Я думаю... Будете развиваться в этом направлении? Или это увлечение? А профессия будет другая? Я думаю, все равно где-то понадобится, хотя хочу, то есть в другое более направление. Попробуйте. Вот очень важную вещь, вы сказали, что вот дети и тут себя пробуют, и тут находят, пробуют. Потому что, действительно, откуда узнаешь свои способности, если не попробуешь? А, Светлана, а вы как пришли к такой деятельности? Что за вами стоит? Я не буду с самого начала, когда я еще моложе их этим увлеклась. У нас есть такой. Вы знаете, это у меня, наверное, так, чтобы... Ой, простите. Я сама так сижу всегда. Я пришла к этому через собственного ребенка. Вот так. Я помогала своей дочери. Она у меня занималась вокалом и танцами. Вот. И я помогала ей делать какие-то визуальные такие вещи. Ну, что-то... Не будем громко видеоклипами их называть, но снимать что-то наподобие. Вот. И чтобы, как говорится, прокачаться, уйти от дилетантизма в чем-то, я пошла сама на курсы школы киноанимации. Вот такая у нас была замечательная школа киноанимации с великолепными педагогами, великолепными преподавателями. Воль педагогов. Год я там отзанималась, отучилась. В качестве выпускного испытания у нас был фестиваль, организованный этой школой, на который мы получили два спецприза. И плюс еще курс актерского мастерства я прошла, куда не собиралась абсолютно. Везет вам с призами. Да, да, да. Вот. И, в общем-то, это определило мою дальнейшую профессиональную деятельность. До этого я была тоже педагогом, но в другой направлении. Замечательно. И последний вопрос, очень коротко. Что, на ваш взгляд, что такое творчество? Даша, что такое творчество? Это все, в принципе, что есть творчество, это ты туда вкладываешься, и приятно, когда оценивают твои старания. Так, и Светлана, можно сказать. Ну, знаете, для меня творчество, это буквально, это моя повседневная жизнь, творчество. Это стимул к развитию. Это, в общем-то, то, что раскрашивает нашу жизнь, не очень, не очень яркую жизнь. И потом я просто обожаю своих ребятишек, не знаю, что от них ожидать, но ожидания всегда превосходят. Вернее, все, их идеи превосходят все ожидания. Замечательный подход. Спасибо вам за то, что вы делаете, за то, что развиваетесь сами, помогаете развиваться другим. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Всем до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!